МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Коцов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные актуальные темы, прошедшие, проходящие недели, с гостями нашей программы, которых я сразу же хочу представить. С нами на связи Марина Адамович, главный редактор, легендарного литературного журнала, который называется «Новый журнал», который был основан еще в начале 50-х годов. И в нем немало участия принял и Иван Бунин, и Алданов был один из основателей. В общем-то, этот журнал до сих пор живет, выходит каждые три месяца. И вот такая легенда, которая продолжает выходить в информационном пространстве литературном, и Марина Адамович является его редактором. Марина, приветствую вас. Здравствуйте, Геннадий. С нами здесь в студии Давид Гай, главный редактор журнала «Времена», литературный журнал. Ты специально подобрал главных редакторов? Да, два главных редактора. Это, кстати, очень интересно, поскольку действительно мы говорим о том, что не обязательно в нашей программе слышать мнение экспертов, а мнение людей осведомленных, которые работают в информационном поле, которые связаны с литературой. А литература – это как раз тот камертон, который реагирует на то, что сегодня происходит и в мире, и по тем темам, которые мы будем обсуждать. Конечно, да, я сделал это не случайно. Давид Гай, писатель, редактор журнала «Времена» с нами в студии. Давид, приветствую. Приветствую. Ну что, давайте начнем с наших американских тем. Прежде всего, с Трампа. Ну вот на этой неделе он не прибыл в суд, сказал, что он не признает себя виновным. Это вот одно из дел, которые на него навесили. Всего четыре дела, по которым он проходит. Там около 90 обвинений, как он посчитал это больше в районе 600 лет тюрьмы. Так, по совокупности он может получить. Ну, может быть, лет 500 человек и может прожить, но 600 вряд ли осилит. Иными словами, вот то, что происходит, ну я неоднократно говорил в наших программах, я считаю, это позор сегодняшней Америки. Опять-таки, это мое мнение. К сожалению, это мнение еще и десятков миллионов американцев, которые за всем за этим следят. И то, что президент, вот он на позапрошлой неделе появился, сфотографировавшихся, став вот как преступник, да, для фотографии вначале в профиль, затем анфас. Это все, конечно, удручает, когда ты понимаешь, что вот такая Америка сегодня. Ну что, Марина, вам слово, ваш комментарий по поводу того, что действительно вот происходит, все эти события. Рассматриваться будут эти все судебные иски в судах уже в следующем году, причем один из них, вот связан он как раз с 6 января, он будет рассматриваться 4 марта. Накануне большого вторника, мы говорим о том, что следующий год, это президентская кампания избирательная, и накануне вот большого вторника, так называемого, когда праймерис будут проходить в 14 штатах, ну вот, что называется, такую свинью пытаются демократы подбросить, а это понятно совершенно, говорим о суде демократки, которая в общем-то неразделима со своей партией, ну вот такую свинью, говоря бытовым языком, пытаются Трампу подбросить накануне праймерис, ну и в его избирательной кампании. Как вы все это видите? Ваш комментарий. Ну, я не политолог, а культуролог, и для культуролога эта ситуация просто обильная пища. Прежде всего, давайте вспомним, что Трамп не первый президент, который оказывается под следствием, под судом, а европейский опыт, и не только европейский, а вообще мировой опыт дает нам обильные примеры, я могу назвать страны, в основном это Южная Америка, здесь и Перу, и Аргентина, и мог знать, что еще, вот, это Миддл-Ист, соответственно, это Юго-Восток, и, вы знаете, в Европе тоже были такие примеры, ну, в частности, во Франции, в стране, которая крайне демократична, с хорошей демократической позиции, традиции, это Саркази, это Широн, ну и Италия, Италия, соответственно, Берлускони. Но давайте обратимся к европейскому опыту. Все экс-президенты и Франции, и Италии, названные мною, они проходили все-таки по финансовым делам, ну, что делать, власть, она связана с финансами, трудно удержаться, и получили они так примерно от одного до трех лет, каждый из них, они были, был вынесен приговор, они были осуждены, и вот одного до трех лет условно. Что в нашем случае поражает? Что президент, экс-президент страны с богатейшей демократической традицией, он идет по политическому делу, потому что обвинения, выдвинутую Трампу, это все-таки политическая составляющая. Ну, таких примеров в Европе, ну, разве что Югославию я вспоминаю, признаться больше я и не помню, да, еще Казахстан был у нас, но это настораживает. Что еще настораживает? Настораживает в каком плане? То есть, это попытка разобраться с конкурентом политическими методами? Вы это имеете в виду? Объясню. Дело в том, что вообще статус президента, президент это народный избранник. Если президент идет по политической статье, его обвиняют по политическим статьям, то невольно возникает вопрос. Он был избран народом. Ну, народ кого-то любит, кого-то не любит, голосует и так, и эдак, но, тем не менее, ему было оказано доверие. Он представляет, ну, скажем так, половину соединенаселения Соединенных Штатов. И тогда возникает вопрос, а что же не так было с его политической ориентацией? Меня это, так сказать, наталкивает на массу размышлений, прямо скажем. Второй момент и крайне важный в этой ситуации, ведь обвинения были выдвинуты, и все это обсуждалось даже в прессе давно, а вот реальный судебный процесс был помещен в контекст начавшейся предвыборной кампании. И это не случайно, я думаю, это один из механизмов борьбы с оппонентом. Трамп выдвинул свою кандидатуру на президента. Это механизм борьбы с оппонентом. Это, ну, скажем, нетрадиционный демократический механизм, потому что суд – это отдельная инстанция. И в данном случае это определенное давление на избирателей. Почему? Ну, потому что избиратель в массе своей – это простой обыватель, в хорошем смысле этого слова. Он законопослушен, он подчиняется требованиям полиции, платит налоги, и вообще он крайне симпатичный такой парень. Когда кандидат проходит по следствиям, находится под следствием, проходит по суду, это вызывает у избирателя естественное чувство страха. Как? Он нарушил, не нарушил? Что-то не то? Как мне себя вести в этой неопределенной ситуации? Ведь вы понимаете, любые выборы – это достаточно четкая ситуация, это структурированная ситуация. И там на самом деле все ясно. Ты за левых, я за правых, и мы с тобой вот спорим за кружкой пива. Вот как определяет. Ну, то есть, иными словами, Марин, получается, что избиратель, он же обыватель, он поставлен перед выбором. В обычной ситуации мне нравится этот кандидат или нет. А тут получается, что я могу проголосовать за человека, который будет объявлен преступником. Мне это как-то некомфортно, как избирателю. Правильно я вас понимаю? Более того, он будет объявлен, возможно, будет объявлен преступником по политической статье. То есть, он что-то сделал страшное, плохое для этого государства, для страны, которую я люблю. Понимаете, это громаднейшее искушение для избирательной массы. Громаднейшее. Да, Марин, сейчас я вас остановлю. На это, собственно говоря, и делается ставка демократической партии. Я хочу сейчас слово дать Давиду. Все дело в том, что вот то, о чем Марина сказала, здесь я рассматриваю все это очень просто. То есть, когда речь идет о выборах 2020 года, о событиях 6 января 2021 года, на самом деле мы должны понимать, речь идет о следующих выборах 2024 года. И когда речь идет о бывшем президенте Трампе, мы должны понимать, что речь идет о том, чтобы убрать кандидата от республиканской партии вот с этой президентской гонки, опять-таки, 2024 года. Давид. Я хочу напомнить телезрителям, все-таки, по поводу чего собираются судить Трампа. Четыре дела. Очень кратко. Первое – это история с дамой, как один кремлевский, так сказать, лидер заявил, с низкой социальной ответственностью, имеется в виду Сторми Дэниелс, которой Трамп выдал 130 тысяч долларов, чтобы она молчала и не рассказывала о том, как у них проходил, так сказать, сексуальный акт. Трамп только недавно женился на Милане, ему это было совершенно ни к чему. Ну, казалось бы, интимное дело, ну что разбираться, трясти простыни и так далее. Но, оказывается, 130 тысяч, которые Трамп выдал через своего адвоката Коина, были взяты из избирательного фонда. А это по законам американским запрещено. Идем дальше. История, связанная с секретными документами, которые Трамп то ли по легкомыслю, то ли, я уже не знаю, как это объяснить, не сдал после ухода из Белого дома, так как это положено. Эти документы с грифом совершенно секретно были найдены в нескольких местах, в основном во Флориде, где его, так сказать, ранчо, усадьба и так далее. И теперь Флорида, флоридские, так сказать, блюстители порядка, судят его, собираются судить за эти, так сказать, прегрешения. Наконец, третья, эта история, связанная с тем, что он еще 18, так на минуточку, вместе с Джулиани, помощников, коллег каких-то там, адвокатов и прочее, пытались доказать, что считались голоса в Джорджии неправильны, не так, как надо было их считать. И это привело к тому, что в Джорджии он проиграл, а должен был бы выиграть. То есть, итоги выборов, значит, 20-го года были, ну, мягко говоря, в Джорджии сфальсифицированы. Значит, здесь тоже будет серьезное очень разбирательство, которое начнется, кстати говоря, раньше других, 23-го октября этого года. Ну, такая дата установлена. И, наконец, четвертый пункт, самый для Трампа неприятный и чрезвычайно опасный. Это его опосредованное или какое-то иное участие, пытаются, значит, прокуроры это доказать. В событиях 6-го января в штурме Капитолия там вменяют ему изговор с целью нарушения прав избирателей, и обмана правительства, и препятствования официальному разбирательству, расследованию и так далее, и так далее. Итого, как Геннадий напомнил, 91 пункт обвинений, и Трамп может получить, естественно, он это не получит, 561 год тюрьмы. Разумеется, этого не будет. Но вот вопрос, из того, что я очень кратко перечислен, не касаясь, так сказать, абсолютных деталей и так далее. Столь ли он безгрешен? Выдумано ли это, или высосано все это из пальца, все эти четыре обвинения? Есть ли в чем-то зацепка чисто юридическая? Или Трампу, который отрицает всякую вину, на это наплевать, и, как говорится, он везунчик, кривая вывезет, вывезет и на этот раз. Я в этом сильно сомневаюсь. Потому что просто так прокуратура не затевала бы такие процессы. И я очень сомневаюсь в том, что ему удастся выйти сухим из воды. Еще 2-3 месяца назад я бы сказал так, 50-50. Сейчас я совсем другой процент дам. И, конечно, если тут политическая составляющая, ну, безусловно, ну, еще что-то отрицать. Это совершенно очевидные вещи. Потому что Трамп в виде кандидата от республиканцев на президентских выборах для демократов крайне и крайне нежелателен. Несмотря на то, что значительная часть республиканцев – это не тот ядерный электорат Трампа, который при любых условиях будет за него голосовать, а просто нормальные рядовые, так сказать, республиканцы и довольно большое количество, значит, как бы независимых и так далее говорят. И говорят по опросам это четко прослеживается. Если Трамп будет осужден, они за него голосовать не будут. Почему они могут голосовать за человека, который осужден и получит срок пребывания в тюрьме? А потому что в американской конституции нет пункта, запрещающего человеку, которого осудили, участвовать в выборах и участвовать в голосовании. Ну, я здесь думаю, что если это произойдет, то есть Трамп будет по каким-то пунктам насколько-то осужден, то свою роль сыграет Верховный суд. И здесь я уверен, что не консервативные члены суда, их там несколько больше. Шесть человек из девяти. Да, они либеральные, они не будут следовать каким-то своим, так сказать, внутренним убеждениям, может быть, даже партийным пристрастиям и так далее, а будут абсолютно следовать закону. И я думаю, что закону или вносить какие-то поправки. И если вдруг каким-то образом Трамп будет осужден, то ему все равно запретят участвовать в выборах. Как мне кажется, мое абсолютно предположение пока ни на чем не основано, поскольку рано об этом говорить. И тут свою роль сыграет Верховный суд. Друзья, давайте сейчас, да, мы... Я должен сказать, Давид, я хочу просто прокомментировать. По первому делу со Сторми Дэниелс там вообще непонятно, но все в основном основано на показаниях Коэна. Точно так же, как и дело 6 января 2021 года, в немалой степени основано на показаниях бывшего вице-президента Пенса. Это нужно просто учитывать. Но их примут во внимание. Значит, а вот что касается дела в Джорджии, здесь тоже очень важный момент, о котором многие забывают. Вот эти 11 800 голосов в разговоре Трамп с губернатором Джорджии сказал, найди мне их. Это ему предъявляется в вину, мол, типа найди. Вот где-то добавь эти 11 800 тысяч, 11 800, и я выиграю. На самом деле, ведь там совершенно другая история. Эти голоса 11 800 просто пропали. Об этом все известно. Джулиани все это расследовал. Почему он один из 19 человек, включая Трампа? Потому что он этим занимался. Комиссия, которую возглавлял Джулиани, она все это расследовала. Вот есть доказательства, что они были в Джорджии точно так же, как и в Пенсильвании. Вывозили просто-напросто бюллетени из избирательного пункта. В Пенсильвании, вот мы говорили там, 4 недели назад, мы беседовали с человеком, который жил в Пенсильвании. Он говорит, я прекрасно помню, в пол первого ночи на 20% Трамп опережает, а к 4 утра, когда вдруг все там, блок-аут был там, все вдруг остановились все машины. А в 4 утра все эти 20% исчезли. Что получается? Что за эти 3 часа все бюллетени в Пенсильвании были за Байдена? Такого не бывает. То же самое произошло и в Джорджии. Он говорит, вот эти 11800 голосов, куда они пропали? Они в грузовике были вывезены? Найди мне эти голоса. Они были за меня. Если ты найдешь, тогда восстановится справедливость. Вот о чем идет речь. Я думаю, что это не будет сложностью большой для адвокатов Трампа это доказать. Опять-таки, когда разговор идет о деле с документами. Там было 109, по-моему, документов с грифом «совершенно секретно и секретно». Но мы в таком случае говорим о двойных стандартах. Мы прекрасно знаем, что у Байдена и в гараже, и где-то еще там нашли такие документы. Но я скажу гораздо более страшную вещь. Барак Обама. Свезено огромное количество документов в то, что будет, наверное, в перспективе музеем Барака Обамы. Никто их даже не изучал. Что там за документы и так далее. А вы знаете, сколько там страниц? 31 миллион. Есть среди них с грифом «совершенно секретно» или «секретно»? Никто не знает. Мы таким образом говорим о двойных стандартах. Мало того, если мы говорим о том, что сорвано было вот это мероприятие 6 января, я хочу напомнить, на нем ожидались слушания по поводу фальсификации выборов. На это было выделено 14 часов. Но поскольку были беспорядки, всю эту повестку свернули. После того, как выгнали всех этих безобразия, все это прекратилось. Опять пришли конгрессмены и сенаторы и за три часа сказали, что все в порядке, Джо Байден президент. Вот это надо все учитывать. Я думаю, что в немалой степени демократы, они для себя открыли ящик Пандоры. Когда будут все эти проходить, это уже не следствие, это судебные слушания. Я думаю, что им масса вещей вернется бумерангом. То, что сегодня пытаются навесить на Байдена во время судебных слушаний будет обращено во многом против демократической партии. Как вы считаете, Марин? Да, я хотела бы тоже прокомментировать. Дело в том, что пока суд не вынес своего решения, работает презумпция невиновности. Да, мы можем сколько угодно размышлять о том, был Трамп виновен или не был, провоцировал или не провоцировал, но это я за то, чтобы этим занимался все-таки суд. И только после вынесения его вердикта мы можем говорить о реально признанной вине. Это первое. Второе. Ну, по поводу, скажем там, подсчета голосов на прошлых выборах. Вы понимаете, ведь это реальное право любой партии, любого кандидата потребует пересчета голосов, потому что, как мы знаем, выборы, если они действительно демократичны, они всегда проходят в страшном напряжении. Это очень энергичный процесс. И, естественно, возникает недовольство у проигравшей стороны. И проверка, анализ, как проходили сами выборы, ну, это рутинная практика. Здесь нет ничего нарушающего закон. Совершенно, Геннадий, вы правы по поводу хранящихся документов. Ну, это нонсенс. Да, Трамп хранил у себя на вилле документы с грифом секретность. А то, что найдено у Байдена, нынешнего президента, а то, что в Белом доме найдены наркотики. Я очень надеюсь, что... Ну, не эстетично судить действующего главу государства. Но я очень надеюсь на то, что, когда он уйдет в отставку, то все-таки этот вопрос опять возникнет перед аудиторией. А, собственно, если есть прецедент, если одного судят по такой статье, значит, давайте разбираться, как все-таки наше правительство обращается с секретными документами. Очень интересный вопрос. Вот. По поводу... Ну, главное для меня все-таки здесь... Вот я отдаю суду то, что принадлежит Кесарю, то, что принадлежит суду. А для меня же главное момент, когда начинается этот суд, когда начинается именно судебный процесс, это момент спровоцированный, потому что можно было сделать это раньше, можно было отложить и сделать это после выборов, что называется, никуда виновник не денется. Но это намеренно накладывается на начавшуюся кампанию, и это качественно меняет роли избирателей. Сейчас Трамп жертва. И, кстати, роль жертвы на первом этапе, она очень выгодна. У меня ощущение, что даже больше сердобольных избирателей склоняется к Трампу. Но дело в том, что назначено заседание еще на весну, а вот это уже смертельно абсолютно для Трампа как кандидата. Потому что колоссальный прессинг, колоссальная в СМИ идет волна негативная. И опять же, то, о чем я говорила, да, мы должны учитывать психологическую картинку. Избиратель боится голосовать за человека, который находится под следствием. Это нормальная реакция. Я бы так сказал, с криминальным прошлым и с криминальным настоящим. Но, кстати, да, сейчас я дам слово. Да, да. Ведь, на самом деле, здесь тоже интересно, пока все это выглядит довольно, ну, понятно, если мы говорим об отрыве Трампа на 40% пункта в республиканской партии, от его ближайшего конкурента, от Десантиса. То есть, пока как раз вот все это работает на Трампа. Его люди поддерживают, и его рейтинг растет. То есть, если там, допустим, несколько месяцев назад его поддерживали там 43-46%, сейчас за 50-56-57%. Как это будет дальше, динамику мы будем наблюдать. Но, в принципе, пока, я еще раз говорю, это такой бумеранг, который может ударить по демократической партии. Да, Давид? Я позволю себе не согласиться с этим утверждением. Потому что, как в старом анекдоте, ложечки нашлись, а осадок остался. И остается очень серьезный осадок, негативный осадок. Это первое по поводу всех этих дел. Во-вторых, забегать, мы сейчас дам общую картину про и контра. Но забегать вперед смешно, как пойдут заседания. Все зависит от жюри присяжных. А там очень серьезный отбор был. И мне очень любопытно, как выглядеть будут прокуроры и кто будут говорить адвокаты Трампа. Это будет битва, битва гигантов, я так думаю. И забегать вперед мы не будем. Но деталь одна очень важная. Федеральный судья Таня Чуткан, только не надо, у некоторых, так сказать, мысли появляются, они не украинские ли там корни. Таня Чуткан. Нет, она из Ямайки сама и так далее. В Украине не имеет никакого вопроса. А Таня это русская. А Таня русская. Ну, Таня это, в латинусах так называют. Короче говоря, к ней обратились адвокаты Трампа с просьбой перенести заседание на 25-й, а может быть даже на 26-й год. Потому что миллионы документов, миллионы бумаг, мы не успеваем и так далее. Таня Чуткан жестко сказала, никаких переносов. Прокуроры, правда, прокуроры даже просили где-то начать заседание в мае, она назначила 4 марта. То есть спешат. Спешат, потому что оставлять страну в таком положении то ли виновен, то ли невиновен, то ли поклепно, так сказать, бывшего президента, то ли он действительно погряз во всем этом. Надо решать эти вопросы до выборов. Это совершенно очевидно. А там избиратель, он при всем, что он обыватель, так сказать, я с этим согласен, но он, так сказать, осадок на него очень плохо подействует. Это вот очень важный момент. Но это и есть составляющая, почему демократы, собственно, пытаются навесить столько ярлыков на Трампа. Геннадий, не забывай, пожалуйста, демократов в стране на 10 миллионов больше. Это тоже надо учитывать. И я понимаю, какая головная боль, когда начнутся все эти разбирательства будут у членов Республиканского избирательного комитета. Кого выбрать? Да, вот здесь момент, конечно, очень интересный. Давайте мы прервемся на техническую паузу, после чего вернемся в нашу программу. Продолжение следует... Дамы и господа, мы в программе «Пресс-клуб». Я хочу напомнить, что гости нашей программы это Давид Гай, главный редактор Нью-Йоркского литературного журнала «Времена», писатель. И Марина Адамович, главный редактор легендарного ему десятилетия журнала под названием «Новый журнал», который еще Алдановым был основан, Буниным, Марина и Давид. Я вас приветствую. Давид, вы хотели что-то продолжить по первой теме, но очень кратко, мы перейдем к следующей. Ну, естественно. Я просто сказал о том, что головная боль у членов Республиканского комитета. Кого выдвигать? Несколько месяцев будут идти разного рода в разных, так сказать, штатах разбирательства по поводу Трампа. А рядом с ним по опросам, я не знаю, какие будут данные опросов, так сказать, через несколько месяцев, но пока он чуть ли в два с лишним раза опережает ближайшего конкурента Десантиса, губернатора Флориды. На кого ставить? Поставишь на Трампа, его объявят, так сказать, чуть не преступником или просто преступником, и тогда непонятно, что это будет. Масса республиканцев вообще откажется за преступника голосовать и так далее. Вот это огромная проблема у них, и я не знаю, как они будут решать. Но здесь есть еще один... Я скажу, что-то, комментарий Геннадий. Да, Марин, да. На мой взгляд, единственная оценка вообще всей этой ситуации, это подтвержденный кризис политической правящей элиты. Мы с этим сталкивались еще до сюжета с Трампом, и вот теперь он проявляется в таких формах. А кстати, Марина, на этом ведь Трамп и пришел в президентство. Он сказал, что нужно осушить Вашингтонское болото. Вот это дип-стейт, это как раз то, о чем мы говорим. Осушил ли? Вот большой вопрос. Ну, ему массу вещей не дали сделать. Я должен теперь... Я бы хотел теперь добавить в это, ну, как бы положив на чашу весов, другую чашу весов, фамилию Байден. Здесь мы говорим о том, что вот Трамп, а если он будет осужден, вот эти все дела против него, а может быть нужно говорить действительно о том, что мы живем в стране с двойными стандартами, и, кстати, республиканцы сказали, у них такой компромат на эту замечательную семейку, на отца с сыном, что они готовы, когда Конгресс вернется, он, в принципе, вот сейчас, после дня труда, возвращается из отпуска, они будут объявлять импичмент действующему президенту. Там масса всего. Разговор идет о том, что сын Хантер Байден, да? Ну, понятно, что он никакого отношения к папе, который в то время был вице-президентом Соединенных Штатов при президенте Бараке Обаме, не имел. Никакого отношения. Он заработал 20, оказывается, миллионов долларов. Есть вещи, которые просто простому американцу бы не простили. Мы говорим о том, что он не заплатил 2 миллиона 300 тысяч долларов налогов с 8 миллионов 200 тысяч долларов, заработанных всего за несколько лет. Если мы не будем говорить, что фамилия его Байден, как такой человек мог заработать это где-то в Китае, в Украине, заработать с супругой бывшего покойного мэра Москвы, Батуриной, которая встречалась, и все это известно, и уже известно. Республиканцы, слава богу, получили теперь доступ к каким-то фактам. После 3 января этого года, когда они смогли возглавить ряд комиссий при Нижней Палате. И таким образом получили огромное количество фактажа, который говорит о том, что, конечно же, в то время вице-президент был во все это вовлечен. Есть и свидетели, есть и документы, которые об этом говорят. И сегодня ряд комиссий, комиссий не просто республиканцев, а комиссий, которые возглавляют республиканцы, говорят о том, что мы этого дела так не оставим. Это позор для Америки. Кого мы выбрали? С одной стороны, мы говорим о том, что вот сколько компромата, что называется, нарыли на Трампа. Но давайте мы в таком случае будем говорить о демократии в Соединенных Штатах Америки и ожидать, когда будет начато расследование по поводу не только Хантера Байдена, которое уже в принципе идет, а его папы, действующего президента. И таким образом, мне кажется, что мы можем из этой ситуации очень в интересную выйти в сферу. Когда против Трампа идет расследование, и объявлены ему, в общем-то, 4, 4, да, вот обвинения существуют, 91 пункт. И слава Богу, против демократа Джо Байдена, действующего президента, будут объявлены расследования. И это в немалой степени может произвести впечатление на демократов, на избирателей. Я уже не говорю о республиканцах. Марина, вам слово. Вы знаете, Геннадий, я считаю, что объявлять импичмент в этой ситуации было бы стратегически неверно, тактически да, стратегически нет. Потому что нам нужно сосредоточиться все-таки на выборах нового президента. И здесь я вижу громадную проблему. Вы меня простите, мы люди все в возрасте, но это проблема возраста. Это проблема возраста. Вы понимаете, ведь кризис политической элиты, он включает в себя в том числе и необходимый анализ возрастной категории наших кандидатов. понимаете, у моих детей, когда они едут по нашим локальным дорогам, мы живем в Нью-Джерси, есть такая формулировка «Dead Ma за рулем», то есть мертвая старушка за рулем. Вы знаете эту ситуацию. Нет ограничения вождения для пожилых людей, хотя все они находятся под риском. Они периодически попадают в катастрофу, и в общем, это довольно серьезная ситуация. Так вот, понимаете, наши лидеры, они очень постарели. Это называется геронтократия, Марина. Геронтократия. Много сделали для страны, но дайте им спокойную нормальную старость. Необходимы новые силы. Обратите внимание, вот на последней дискуссии, да, Пенс сказал по поводу Рамасвами, это новичок, и он нам не нужен. Ну, так это переводя на русский язык. Рамасвами парировал, что все претенденты купленные и оплаченные. И на самом деле здесь описаны две проблемы. Новичок старой гвардии не нужен, потому что все уже так стабильно, все так хорошо, все так налажено. А новичок, действительно новичок Рамасвами говорит о том, что, ребята, ну, это демократия. Демократия – это очень гибкая, энергичная система. Нельзя вот сесть и сидеть все время на этом стуле. Это губительно для страны. Это отсутствие свежих идей, свежих стратегий. Ну, кстати, Марина, вот то, что вы говорите, сейчас опрос, как раз он связан с Байденом, с его возрастом. И речь идет о том, что если в 2024 году он опять-таки пойдет на вторую каденцию, победит, станет президентом, то там, по-моему, в районе под 70% они говорят, что они просто беспокоятся о его когнитивных способностях, вообще о том, что он может руководить, я не знаю, там, своей супругой в доме, что-то там ей рассказывать. То, что происходит, мы же это видим. Вот. И действительно масса людей просто говорят, что мы в этом плане, мы в шоке, мы должны будем выбирать между Трампом и Байденом, да, Трампа моложе, да, но Байден, он находится в очень и очень плохой физической форме, мы это все наблюдаем. Еще четыре года, ему будет 82 в следующем году, значит, получается, что в 86 он закончит свою каденцию, ну, потом, слава Богу, у нас всего два раза можно избираться президентом. Давид, вам слово. По поводу Байдена. Назвать Хантера Байдена позором семьи, конечно, это будет слишком громко, но у мальчика, конечно, биография та еще. В студенческие годы пьянка, употребление наркотиков, ну и так далее. Но потом, естественно, фамилия Байдена открывала многие двери. И вот только один момент. Он становится членом совета директоров газовой украинской компании «Бурисма». По его словам, он получал там всего-навсего 50 тысяч долларов и вообще ни во что не вмешивался. В месяц. 50 тысяч долларов в месяц. Для него это мало. И ни во что не вмешивался, его там не было и так далее. Но в итоге, в итоге давление на генерального прокурора Украины, тогдашнего Шокина, который хотел разобраться в том, что же на самом деле происходит в «Бурисме», вообще, что это за компания и на каком свете она вообще существует. На него было окажено довольно серьезное давление. И опять-таки, и Трамп и здесь отметился. В 2019 году он просто настаивал, ну не то, что упрашивал, но чуть едва ли не требовал от Зеленского, так сказать, найти компромат на Хантера, то есть дать возможность прокурорам продолжать работу, которую начал было Шокин, но которого якобы под давлением Соединенных Штатов, а может быть и не якобы, это вопрос темный, еще в 2016 году уволили. Давид, а в чем здесь темный, я просто перерыву. Есть 2,5 минуты записи, когда Джо Байден сидит на сцене и все это рассказывает. Он говорит, я сказал, я не перечислю миллиард долларов, если вы, я, вице-президент, если вы не уберете генерального прокурора Шокина, они сделали, они убрали, он сам об этом рассказывает. Нет, я продолжу, да. Значит, и второй момент, когда Байдена папу спрашивают, так как? Он говорит так, ну я вообще понятия не имел, что мой сын член Совета Директоров этой самой, будь она не ладно, Бурисма и так далее. Теперь вопрос, будут ли заниматься этим по-серьезному, импичментом и так далее? Республиканцы попробуют, это их действительно козырь, и тут есть над чем подумать, и тут есть где поработать, и прокурором, может быть, спецпрокурора назначат, и адвокатом, и так далее. Но из этого ничего ровным счетом не получится, поскольку об эпичменте при демократическом Сенате без толку говорить, потому что это торпедируется моментально. Значит, но там можно накопать многое. Опять-таки, один из, так сказать, как бы приятных таких желанных моментов для Байдена, снова стать президентом, уж при нем, конечно, ничего, никаких разбирателей, серьезно. Да, будут мутить воду, но отдельные комитеты, так сказать, в палате представителей, но ничего сделать нельзя будет. Теперь насчет возраста, ну, конечно, это безобразие, ну, что тут говорить? Ну, мы, правда, вспоминаем, в какой блестящей форме был Рональд Рейген, ну, когда он ушел от тяжелейшей болезни его и так далее. Но тогда-то он был в порядке. Но все равно это безобразие. И последнее, что я хотел бы сказать, я посмотрел эти самые дебаты, и меня очень удивил Ромасвари, конечно, это такой, знаете, из молодых до ранней, его Маск поддерживает, кстати, не просто так. Но вот одна вещь, за месяц или там за три недели в интервью, он говорит, Ромасвари, он, во-первых, никакой не политик, это совершенно очевидно, а бизнесмен. Он говорит, Израилю, вот если меня выберут, я буду президентом, помощь Израилю военная будет сокращена, и это не надо, и так далее. Ровно через две недели он говорит прямо противоположно. Надо помогать, мы друзья, и так далее. Братцы, братья Ромасвари, так разберись, надо или не надо. И если он сейчас, еще на первых дебатах, ну пусть неопытен, пусть это очень, меня настраивает на, так сказать, нехороший лад. Ну а кто есть из молодых? Вот я хотел рассказать, а тогда кто? Кто есть у молодых из республиканцев? Десантис, он отметку 20% доверия не может получить. Посмотрим, что будут говорить по поводу его участия в руководстве тем, что происходит сейчас во Флориде. Он может добрать очки, а может и потерять, и еще больше очков, и так далее. Ну, для меня очень симпатичная бывший представитель Соединенных Штатов в ООН, милая дама, и так далее. Ну, не пляшет. И у демократов ничего нет. Был один человек и есть, который вполне мог бы блистательно делать карьеру президента. Бутиджич, министр. Но он гей. А значит, при всем, так сказать, при всей толерантности Соединенных Штатов, Красные Штаты, Южные Штаты не проголосуют за него, поэтому его не выдвигают. Вот вам ситуация американская. Да, ну я, кстати, я, кстати, да, Марина, это то, о чем вы говорили. Да, да. Я, кстати, добавлю, что, ну, понятно, при нынешнем раскладе в Сенате импичмент не пройдет. Собственно говоря, и два импичмента, кстати, против Трампа тоже не прошли. Но мы же говорим о том, что, а мы не знаем, какие будут судебные вердикты по поводу Трампа. Но дело нужно начать. Это, я помню, вот эта известная в Советском Союзе фраза «Шей политику не отмоешься». Вот это то же самое, такая же идея. Давайте навешаем вот эти все различные уже, в принципе, уголовные дела на Трампа. Получится, ну, хорошо. Не получится, ну, в конце концов, вот то, что Давид говорит, да, ложечки нашлись, а вот осадок остался. То же самое и здесь. Да, импичмент не получился, но во время того, как будет объявлен импичмент, будет столько выложено различные документации, фактажа, что мало не покажется Байдену. Давайте мы перейдем к другой теме, тоже любопытный такой момент. Это то, что на этой неделе отмечали два года выхода из Афганистана. Есть такая организация Абгейтс, в которой состоят родители 13 американских военнослужащих. Они погибли в Кабуле, в аэропорту, когда террорист взорвался. И там погибли не только американцы, 170 афганцев погибло в этом аэропорту. И родители, они вот основали такую организацию, в которой сегодня не только родители погибших американских военнослужащих, они говорят о том, что вообще и шеф Пентагона, и шеф разведки, и госсекретарь, и, естественно, президент показали свою несостоятельность. Они показали, насколько они ни черта сделать не могут, когда наши войска выходили из Афганистана. Это профнепригодность, поэтому они говорят, подайте в отставку. Наши дети не должны были там погибнуть. Так выходить, это показ бессилия и администрации. Это позор для американской армии. Республиканцы говорят о том, что мы призываем все это расследовать. Вот как раз это все происходило вот в эти дни. Марин, вам слово. Ну, мы уже говорили с вами на эту тему, Геннадий, в прошлом эфире. Да, я согласна с родителями погибших солдат, потому что абсолютно необъясним вот этот хаос вывода американских войск. Ведь там в Афганистане были не только армия США, но и Англия, Германия. И все это довольно планомерно, потихоньку уменьшалось количество военнослужащих. Их выводили организованно в порядке и не было подобных эксцессов. Что произошло при выводе американской армии, для меня, человека гражданского, необъяснимо. И да, я тоже считаю, что это полная фиаско руководства. Очевидно, это будет в какой-то мере, в каком-то объеме. Все проанализировано. Кого-то отдадут под суд. Мальчики для битья всегда находятся. Но вы понимаете, для меня это не решение проблемы. Во-первых, ребят, уже не вернешь. И всех погибших не вернешь. Во-вторых, суть-то проблемы не в этом, а суть в недееспособности руководства. Я думаю, что в немалой степени, Марина, согласны вы с этим или нет? Вот когда Соединенные Штаты показали такую недееспособность, это два года назад, значит, это 21 год. Причем Байден, можно, конечно, кивать на Трампа, что он говорил, что мы выводим СК, но так тем более можно было, было время подготовиться. Уже при Байдене было объявлено 46-м президентом, что 1 апреля было объявлено. Что мы выходим в начале к 11 сентября, потом к 31 августа, потом в результате 15 числа уже практически талибы заняли Кабул. 15 августа. Не кажется ли вам, что в немалой степени это и подвигло Путина, привело его к мысли, что, ну раз такое слабое руководство, то мы можем делать с Украиной то, что мы хотим? Марин. Нет, нет, я не связываю эти события. Дело в том, что ситуация Российской Федерации, вообще все ее проблемы и все ее действия, нужно рассматривать, на мой взгляд, в контексте проблем современной автократии. Вот. И, понимаете, говорить о слабости Соединенных Штатов, особенно в поле международной политики, я бы не стала. Как раз у меня большие претензии по поводу внутренней политики и не только этого правительства. А вот внешняя политика туда на самом деле давно но уже и стабильно брошены основные взгляды, основные умы. Путинское правление – это модификация классической автократии. Это еще требует изучения чисто научного. но конфликт с Украиной, конфликт начало, а потом уже война, имеет другую природу. Да, я понимаю. Да, Марин, давайте не будем сейчас на этом, у нас не так много просто времени. Да, да. То есть конфликт, ну понятно, что он еще можно его вести из 2014 года, из 2012 и так далее. Я хочу добавить, мне повезло, так сказать, не знаю, в кавычках или нет, но я был в Афганистане 4 раза как журналист. У вас же книги есть по Афганистану? Да, по-твоему, она есть, естественно. Значит, потом с Володей Снегиревым мы выпустили 600-страничную книгу под названием «Вторжение». Она вышла в 1990 году, то есть война несколько месяцев назад как закончилась. И я действительно горжусь объективно, что до сих пор она есть, в интернете ее можно читать. Она вышла тиражом, по-моему, 200 или 300 тысяч экземпляров. И до сих пор ее поминают как, пожалуй, единственную честную книгу, поскольку она была первая. А нам учились мы с ней сильно, потому что, несмотря на перестройку, люди боялись с нами общаться. Но не в этом дело. Как я запомнил вывод советских войск? Я был в числе пяти журналистов. Это интересно просто. Пяти журналистов советских, которым доверили освещать это событие. Мы прилетели в Джалабад, летели с приключениями, нам по парашюту выдали, по пистолету еще говорят, можете приземлиться здесь. Был бой в небе и так далее. Ладно, все детали. И наутро мы уходили. На броне, как говорится, на броне БТРов, мы уходили в Кабул. Десять часов. Ни одного выстрела со стороны маджахедов за весь путь не было. Уходили мы под аплодисменты афганцев, которые нас провожали. Кидали на борт арбузы, дыни, цветы. Шурави-барбахай. Шурави-барбахай. Русские уходят. Но самое потрясающее было, это ночь перед выходом. Когда вскрыли все комнаты, где были кондиционеры, офицерскую модулю, где мы ночевали, украли кондиционеры и тут же их отдали в соседний кишлак. Поскольку из кишлака уже заранее им дали деньги, доблестым советским офицерам и солдатам, которые прекрасно купили в дуканах, в лавках, купили то, чего в могучем Советском Союзе днем с огнем не... Но был элементарный порядок. И тогдашние маджахеды понимали, что не надо русским мешать уходить, пусть уходят тихо и спокойно. Почему в этот раз болтали безумное количество раз, что мы уходим? Войска, так сказать, правительственные афганские просто позорно бежали под натиском талибов. Американские войска не могли или не хотели уже, явно уходя, оказывать сопротивление и перекрыть эти вещи. И, наконец, этот самый жуткий теракт у низшей смерти 13 солдат, он, возможно, был только в условиях полного хаоса, когда человек внедрился, так сказать, в толпу и взорвал себя и всех остальных. Мы видели эти кадры, как хватались за реборды шасси взлетающих самолетов транспортных американских, чтобы каким-то образом удрать, потому что это были люди, связанные с американской администрацией там, связанные с Соединенными Штатами, которым голову бы талиб отрезали пилами или топорами отбили бы. Это ужас, что творилось. Мне стыдно до по сей день за все это, хотя я не военнослужащий. И я бы хотел отнести одной фразой к недавней беседе Такера Карлсона с Трампом и его последнее высказывание, которое всерьез уверяет, что в следующем году произойдет решающее сражение военное между Соединенными Штатами и Россией, и Россия победит. На чем он основывается, как, что, но люди это слушают, при всем при том, что его выгнали с Фокса, но он достаточно популярен. И люди не хотят, так сказать, в это верить, но им говорят, а вы вспомните, что было в Афганистане. И вера частично, так сказать, колеблется. Я это прекрасно понимаю. Поэтому, мне кажется, это очень тяжелый момент. К сожалению, никто не наказан и не пострадал. К сожалению, американцы... Вдумайтесь, у нас Соединенные Штаты имеют более тысячи военных баз и объектов военных в 80 странах мира. Понимаете? Как все это существует, если есть пример ухода из Афганистана или попросту панического бегства из Афганистана? Я это представить себе не могу. Это действительно позорная страница. — Кстати, можно посмотреть фильм Гая Ричи «Переводчик», и там как раз все это рассказано, как человек остается в Афганистане. — Я видел фильм. Фильм очень средний. — Нет, фильм мне, кстати, понравился. Он динамичный такой. — Средний фильм. — Он снят ведь на самом деле по правдивой истории. — Ну да, но это кино, не более того. Жизнь страшнее. — Буквально у каждого по минуте по поводу Пригожина. Он был похоронен на Пороховском, Пороховское кладбище, где-то за Охтой, в Санкт-Петербурге. Марина, краткий итог. Вот два слова, и потом я дам Давиду. Две минуты у нас на всех. — Я не понимаю всеобщего интереса к проблеме, жив Пригожин или его действительно убили, или он действительно погиб. Вы поймите, что даже если он жив, это политический труп. Его нет. Есть хороший исторический пример Бормана, нацистского преступника, тело которого не было найдено, и до сих пор есть спекуляции, что он тогда бежал в Южную Америку. И это очень похоже на правду. Но дело в том, что это тоже не важно, потому что Борман, как политическая фигура, исчез с мировой арены. Пригожина нет. Поэтому каким образом, так сказать, то ли его Господь Бог наказал за грехи, то ли гораздо ближе все это решалось к нам. Но этой фигуры больше не существует в политике. А то, что касается его солдат, вагнеровцев, ну, я могу только сослаться на признание, на официальное признание, что Вагнер там в каких-то, сейчас совру на 80%, в подавляющем большинстве финансировался со стороны государства. Так об этом Путин сказал. Он сам признался. Я добавлю. Да, я вот хочу, я сейчас хочу передать, да, Марин, у нас просто времени нет. Я сейчас хочу, да, передать слово Давиду, но в принципе мы говорим о том, что вопрос смерти Пригожина это был вопрос времени. Его Путин назвал предателем. Предателей Путин не прощает. Я очень жалею, что Пригожин со своей бандой не вошел в Москву. Я бы хотел посмотреть, как бы, так сказать, доблестная армия Шойговского защищала Путина. Увы, не случилось. То, что он мертв, это 100%, даже гадалки не ходили. То, что самолет его сбили, скорее всего, двумя ракетами, есть подтверждение, выли там истребительной бомбардировщикой, снабженного этими делами, но не в этом дело. А дело в том, что он действительно был труп, еще живой труп. Ну, надеюсь, он это понимал и пытался заигрывать, но из этого ничего не вышло. Решение отбросить его с территории России в Белоруссию было, наверное, по-своему, для Путина правильным. И я читаю и читаю по сей день, что Путин ослаб, Путин потерял власть, что Пригожин это показал. Ничего подобного. Он вновь восстановился. И я не думаю, что нас на Украинском фронте ждут какие-то приятные перемены. Друзья, я благодарю вас, Марина и вас, Давид, за участие в программе. Дамы и господа, благодарю вас за внимание. Время передачи подошло к концу. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok